Я бы все-таки тоже попросил еще рынок поизучать, как оптовый рынок, так и розничный. Это касается нашей продукции и овощной, и мясомолочной, потому что сейчас, опять же, в условиях ограничения перемещений, мы с вами понимаем, что лучше рассчитывать на свое собственное производство. Но оно должно быть качественным, экологичным и безопасным, особенно для детей. А вот что касается детских учреждений, что касается бесплатного питания, что касается иных каких-то подобных решений, а что как несвежая и качественная сельскохозяйственная продукция может заменить различного рода концентраты и какие-то там еще долгосрочные по хранению продукты. Надо посмотреть внутренний рынок свой. Теперь второе, значит, вот обязательно нужно, вот хотите эксперимент, сейчас пойдем с вами в продовольственные магазины и посмотрим, чье молоко стоит на прилавках. Надо посмотреть, а наша продукция может быть конкурентно способна, и что для этого нужно. Если для этого нужно, опять же, современное производство строить, мы же не говорим сегодня только о завтрашнем дне, мы говорим о каких-то долгосрочных вещах, значит, давайте планировать. Но мы будем знать, что мы должны подойти к строительству мясомолочного комбината, мы должны подойти к строительству какого-то консервного крупного завода. Понимаете? А так, конечно, мы вот посмотрели, а у нас тут нет спроса. Конкуренцию никто никогда не отменит. Если мы ее будем все время проигрывать, эту конкуренцию, мы ничего не набьемся на рынок. Это рынок. Поэтому я все-таки предлагаю, с таким потенциалом мы смотрим первое место, второе место, третье место по потенциалу Дагестан. Так мы и по реализации должны быть тогда где-то в числе серьезных востребованных регионов. Продолжение следует...